Всем привет! Небольшое видео об обустройстве гаража. Точнее, как охладиться в гараже в нереальную жару. Для того, чтобы охлаждаться в гараже, достаточно установить вот такой обычный кондиционер. Никакой оконный вам точно не поможет. В данном случае это кондиционер Grunhelm. Самый дешевый китайский кондиционер. Мощностью 12 BTU. Сейчас вам покажу. Вот его характеристики. Кому интересно, в интернете можете поподробнее почитать. Сейчас на улице плюс 35 градусов. Вот этот градусник у меня показывает температуру на улице. Выходит провод сквозь стену и датчик висит за пределами гаража. В гараже сейчас, с учетом работы кондиционера, лампы у меня светодиодные. Они сильно не греются. У меня есть еще один градусник, который показывает температуру в гараже. В данном случае 22 градуса. 22,2 градуса. Ну, 0,2 градуса это уже не считается. Кондиционер работает примерно 3 часа. Ну, вот я его утром включил. И он работает, поддерживает как бы рабочую нормальную температуру в гараже, чтобы не было жары. Гараж у меня с двойным потолком. Вот эта вот обшивка. Типа утеплителя я его прихлопал. Там еще чердак. В общем, вся жара остается наверху. Ну, а внизу вот с кондиционера дует. И приятно работать, находиться. В то время, как соседи работают практически в трусах с открытыми воротами. И ничего им это не помогает. У меня вот также есть градусник, который показывает температуру на выходе из кондиционера. То есть, вот здесь я прицепил датчик. Вот он так привязан. И вот здесь вот выходящая температура из самого блока. Значит, на входе у него получается 22 градуса. Ну, а на выходе 11,3. Ну, вот он так, в принципе, у меня и работает. Примерно минус 15 градусов от того, что в него входит. На 15 градусов он понижает температуру. Сделал я трубку, которая выходит с кондиционера. Ну, так сделал. Я ее просто завел в умывальник. Воды из кондиционера хватает, чтобы набрался полный умывальник. Ну, примерно вот за день работы. Вот этот вот бачок 10-литровый, он практически полный. И, можно сказать, даже к вечеру через верх начинает бежать. Но даже не за день, примерно часа за 4 набирается вот этот бачок полный. То есть, бесплатная вода. Помимо того, что прохлада, так еще и вода. Также вопрос возникает у многих, сколько потребляет кондиционер. Значит, данный кондиционер потребляет, вот здесь вот написано, производитель Китай, гарантия 1 год, 12 БТЕ. Рассчитан он на площадь 25-30 квадратов. Я сразу скажу, мало его для этого гаража. У меня гараж 35 квадратов. Лучше брать с запасом. Лучше брать кондиционер, рассчитанный на 40 или 60 квадратов, чтобы было уже точно с запасом. А так-то он у меня работает безостановочно, чтобы поддерживать нормальную температуру. Но самое интересное, это потребляемая мощность. Потребляемая мощность на обогрев 1 киловатт. Ну вот, 1 киловатт и 20 Ватт. Так. Мощность охлаждения 3500 Ватт. Мощность обогрева 3700 Ватт. Значит, получается, потребляет он 1,1 киловатт на охлаждение, а охлаждает 3500 Ватт вырабатывает. И на обогрев 1,20, то есть, ну, 1 киловатт он потребляет, а обогревает как 3,7 киловатта. То есть, можете представить, что вот этот вот кондиционер потребляет 1 киловатт, а вырабатывает тепла как 3,7. Вот если брать какой-нибудь обогреватель электрический обычный, то кондиционер намного эффективнее, ну, даже, можно сказать, на 200% эффективнее, чем обычный обогреватель. То есть, если хотите отапливать гараж, можно свободно обогреваться вот таким кондиционером. Я, кстати, зимой и обогревался, но его на обогрев немного не хватает. Если берете на обогрев, то нужно брать с запасом, с двойным. Вот, к примеру, у вас гараж 30 квадратов, а вы берете кондиционер на 60. И тогда точно хватит для того, чтобы обогревать гараж и охлаждать. Также знаю, что бывают кондиционеры с инверторным двигателем. То есть, ну, как это работает? У меня вот обычный принудительный включение-выключение, как бы, двигателя. Оно получается, что этот двигатель охладилась температура, двигатель, как бы, отключился, ну, если на охлаждении стоит. И, соответственно, резко включается и отключается. А инверторный двигатель, он больше экономит электричество за счет того, что плавно, как бы, регулирует обороты двигателя. То есть, получается, он обороты самого компрессора поддерживает в том нужном диапазоне, чтобы поддерживать температуру в гараже, ну, в помещении. Получается, что нет вот этих рывков включения-выключения компрессора. Он просто снижает свою мощность или увеличивает мощность при необходимости. То есть, у кого деньги позволяют, конечно, берите инверторный кондиционер для гаража. И вот эта вот работа в поту, в жару, это все ненормально. Нормально установить кондиционер, нормально работать. Многие переживают за внешний блок кондиционера. Я вам покажу сейчас, что я сделал для его защиты. Ну, в принципе, защита стандартная. Это сетка, решетка. Вот такую металлическую сетку я сварил для внешнего блока кондиционера. Полтора года висит, никаких проблем нет. Никого он не интересует. Там шпильки проходят сквозь стену и болтами вкручены изнутри гаража. То есть, так просто добраться к нему невозможно. И вот эта вот сетка, она снаружи никак не откручивается, не открывается. То есть, если ее снимать, то только изнутри. Ну, я думаю, так сильно заморачиваться никому оно не надо. Этот внешний блок, он не такой уж и дорогой, чтобы лезть, что-то там снимать. Тем более, все здесь под охраной. В общем, надеюсь, информация была для вас интересной, полезной. Работайте в комфорте. Всем пока и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok